Здравствуйте, юный художник! Начинаем видеоурок на тему татарские орнаментальные мотивы. Я расскажу о том, что такое орнаментальные мотивы, о значении некоторых цветочно-растительных и зооморфных мотивов. Покажу, как выполнить композицию в технике аппликация. Нам в наследие достались прекрасные образцы орнаментальных композиций. Давайте рассмотрим некоторые из них. Наши предки занимались узорным ткачеством. Сохранились тканые дорожки. Основным элементом орнаментальной композиции этих дорожек является геометрический мотив. Геометрическим мотивом украшались тканые полотенца. Обратите внимание на то, как в тканном полотенце достигается динамичность ритмического строя. При простом чередовании одинаковых форм ромба динамика достигается за счет чередования цвета и сопоставления крупного ведущего узора основной полосы с более спокойным узором верхнего полосного орнамента и нижнего. До нас дошли красивые образцы вышитых орнаментов. Наиболее ранние датируются XVIII столетиям. В вышивке в формах цветочно-растительного орнамента предстал весь многообразный мир чувств и настроений человека. Мастера на своих изделиях изображали природные растения, различные цветы, степные, тюльпан, гвоздика, незабудка, маг, луговые, колокольчики, цветы шиповника, ромашки, садовые, георгины, хризантемы, розы, астры. Самый часто изображаемый почитаемый узор у татарских мастеров – это тюльпан, ля-ля – символ любви и весеннего возрождения природы. Центральным мотивом татарского растительного орнамента является древо жизни, символизирующее род и его продолжение, вечность жизни, миропоряда. До принятия исламской веры наши предки часто создавали орнаментальные композиции, в которых главным образующим элементом был зооморфный мотив – изображение стилизованных животных. Изображение животных было обобщенно и выполнено схематически, но очень точно передавались его характерные черты. Часто животные изображали в качестве знака рода или племени. Например, птица с двумя головами и раскрытыми крыльями была символом объединения двух родов – их процветания и успехов в делах, а также символ власти. С образами птиц связаны многие поверья, сказки и легенды. Образ уточки на многих предметах иллюстрирует татарскую легенду о создании земли из комочков тверди, взятой по велению Всевышнего тенгри со дна мирового океана. Итак, вы узнали, что татарские орнаменты имеют три типа мотивов – геометрический, цветочно-растительный и зооморфный. Мотив – часть орнамента, его главный образующий элемент. И от того, какой мотив мы используем и как чередуем, выстраиваем ритм, какой применяем цветовую гамму, будет зависеть, какой будет орнаментальная композиция. Татарская – сухая, простая, спокойная, легкая или динамичная, звонкая, праздничная, торжественная. Рассматривая орнаменты, вы, наверное, обратили внимание на цвета, которые использовали мастера. В татарском орнаменте, прикажущемся на первый взгляд многоцветия, присутствует не более четырех-пяти цветов. Татарские мастера умели подбирать гармоничные сочетания цветов. Переходим к практической части. Я предлагаю выполнить орнаментальную композицию и использовать геометрические мотивы – круг, квадрат. Растительные мотивы, цветочные мотивы и зооморфные мотивы. Для работы нам понадобится простой карандаш, цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, большие и маленькие, пинцеты. Если вдруг мы с вами вырежем вот такие мелкие элементы, можно будет подхватить пинцетом. Для начала работы нам нужно взять плотную бумагу. Выбор цвета может исходить из вашей задумки или личного предпочтения, но не быть случайным. Вы наверняка слышали о том, что цвет может влиять на чувства людей и вызывать ассоциации. И мы можем использовать знания по теории цветоведения. Можно создать композицию на сочетании теплых цветов. В состав теплых цветов входят красный, оранжевый, желтый, а также различные вариации этих цветов. Это цвета огня, опавших листьев, рассветов и закатов. Они заряжают энергией и позитивом. И еще красный может быть очень разным. Светлые оттенки, вот даже здесь, выглядят энергичные. А темные мощно и элегантно. Желтый часто считают самым ярким и энергичным из всех цветов. Он ассоциируется со счастьем и солнечным светом. Ярко-желтый цвет может привнести ощущение счастья и радости. Светло-желтый цвет дает ощущение спокойствия. Темно-желтые и золотистые оттенки ассоциируются со стариной. И поэтому их можно использовать, чтобы придать композиции ощущение постоянства и стабильности. Можно создать композицию на сочетании холодных цветов. В отличие от теплых, холодные цвета, синий и фиолетовый, более приглушенные. Это цвета ночи, воды, природы. И обычно они выглядят успокаивающе, расслабляюще и сдержанно. Светлые оттенки синего выглядят свежо и дружелюбно. Темно-синий смотрится сильно и надежно. Зеленый цвет составной. Он может быть и теплым, и холодным. Он олицетворяет новые начинания и рост. Обозначает обновление и изобилие. Фиолетовый – это смесь красного и синего. Он несет в себе характеристики обоих цветов. Он также ассоциируется с творчеством и фантазией. Композицию можно выполнить на сочетании контрастных цветов. Голубой – оранжевый. Зеленый и красный. И фиолетовый – желтый. Например, в паре зеленый-красный зеленый выглядит более зеленым, красный – более красным. В паре цвета усиливают звучание друг друга. С учетом знаний цветоведения подберите цвета для орнаментальных мотивов. Составим композицию, применяя три правила. Первое – это идея. Мы покажем красоту орнаментальных мотивов. Татарских орнаментальных мотивов. Второе – будем руководствоваться целостностью. В композиции должен быть обязательно главный элемент. А потом второстепенные, средние, малые. Ничто не должно быть лишним. И не должно возникать ощущение, что чего-то не хватает. И третье правило, которое мы будем использовать – контраст. Контраст форм, цвета или тона. Сначала нарисуем орнаментальные мотивы. Срисуем их из таблицы классификации орнаментальных мотивов из книги Фат Хасан Чевалеева. Срисовав орнаментальный мотив, можно перенести рисунок на картон и сделать такой шаблон из твердого картона, который можно будет многократно использовать. Или же, если мы делаем одну работу, то можно приложить цветной лист. Рисунок, вот я сейчас прикладываю, у меня просвечивает. Я обвожу этот рисунок и обвожу только половину тюльпана. Тюльпан – цветок симметричный. Есть ось симметрии. Поэтому я отмечаю эти точки и сгибаю лист по оси симметрии. Я могу еще согнуть. Линии сгиба я чуть-чуть нажимаю, чтобы получился ровный сгиб. И еще раз. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вырезая, у меня получился не только один цветочек, а несколько. Все зависит от того, сколько слоев бумаги у меня получится. Тогда я убыстряю и процесс создания композиции. Изначально в идее у меня было показать один тюльпанчик. Возможно, я буду использовать не только один, а больше. Итак, я по контуру, который нарисовала простым карандашом, вырезаю. Не спешу. Такой вот цветочек. Раскладываю то, что у меня получилось. Давайте посмотрю вот так. Возьму кружочек такой и посмотрю, что получилось. Вот у меня раз тюльпанчик. Сейчас у меня чуть-чуть не дорезала. Два получилось. И уже я чередую тюльпаны. В общем-то, получается такая композиция. Красивые тюльпаны. У меня есть цветной картон. И сейчас я хочу выбрать все-таки светлый картон. И вспоминаю, что да, желтый тюльпан будет звучно смотреться на фиолетовом. Или вот оттенок такой фиолетовый, сиреневый цвет. И я, если прикладываю, вот на этом цвете он блеклый, он пропадает. Если я прищуриваюсь, они даже по тону совпадают с цветом этого картона. Поэтому я беру вот этот сиреневый цвет. Такой светло-фиолетовый, так скажем. И посмотрите, кладу тюльпан, и он действительно получается яркий. Но если только один тюльпанчик, на таком большом формате композиция будет очень скучной. Можно дополнить. Я возьму еще один квадрат. Подкладываю желтый. Но сейчас здесь желтый большой. Значит, мне нужно выбрать какой-то растительный мотив. Я заранее сделала заготовки. У меня есть разные мотивы. Я могу подобрать. Но вот синий здесь точно не подойдет. Он уже здесь, во-первых, очень темный, активный. Мне нужно сделать так, чтобы у меня тюльпан все-таки был главным композиционным центром. Поэтому вот этот зеленый растительный мотив, мне кажется, больше подойдет. Он очень мягко садится на этот желтый цвет, не такой активный. Желтый здесь гораздо ярче становится на фиолетовом цвете. И даже если я вот так вот немножко наклон сделаю, у меня какая-то история создается. Вот здесь есть кружочки. Может быть, подобрать цветочки. Ну, здесь это зеленый цвет сюда не подойдет. Может быть, какой-то элемент, мне кажется, что тут круглое можно здесь добавить, чтобы усилить композицию. Я буду пробовать сочетание. Здесь желтый пропадает. Наверное, вот так. У меня были заранее нарезаны полосочки. И я попробую дополнить композицию полосками. Потому что, если уж есть сиреневый цвет, возникает желание ритмически повторить этот цвет. Это может быть здесь полоска, здесь полоска и здесь вот раз, два, три. Чтобы композиция была цельная. Но сейчас смотрите, у меня вот этот кружочек очень яркий, активный получается и тюльпан очень яркий. И чтобы тюльпан остался главным композиционным центром, мне кажется, для него не хватает деталей. И вот у меня был заранее вырезан маленький цветочек. Если я его сюда приложу, то мне кажется, внимание зрителя будет привлечено к этому красивому по форме желтому тюльпану. Ну вот, если мы составляем композицию и вы довольны результатом, то уже можно на следующем этапе приклеивать все эти элементы. Смотрите, у меня вот еще одна композиция получилась. Здесь ее тоже можно доделывать. Еще какие-то внутри элементы. Смотрите, вот если этот цветочек я тоже сюда вырежу, тоже получится достаточно выразительно. Ну, серединку можно будет заполнить. Поэтому даже вот простая композиция. Но я считаю, что я выполняю поставленную задачу. Идея есть это показать выразительность силуэта цветка тюльпана. Давайте попробуем сделать еще одну композицию. И здесь у меня возникает желание все-таки поработать с мотивом зооморфным. Это птица. Мне нравится синий цвет. Может быть, попробуем с того, что я... Нравится мне синий цвет. Это такой яркий, сочный. Я введу половинку орнаментального мотива. Птица симметричная. Тоже отмечу ось симметрии и по оси симметрии сделаю изгиб. Ну, вот здесь есть еще у меня возможность согнуть бумагу. И тогда я, наверное, получу при вырезании уже не только одну птичку, а две птицы. Сложив, я вырезаю. Можно обобщить. Вот сначала взять так крупный элемент, отрезать лишние кусочки. Но, ребят, бумагу не выкидываем. Это все нам пригодится, потому что из этих кусочков можно еще вырезать элементы. Если вы видите, что здесь сложно вырезать большими ножницами, вы можете воспользоваться маленькими ножницами и вырезать уже по контуру рисунок. Этот зооморфный мотив стилизации птицы был срисован мною тоже из альбома Фуата Хасановича Валиева. Он несложный. Это симметричный мотив. И вот, посмотрите, я получила такую синюю птицу. Вспоминаю, что синий цвет становится звучнее на каком? На оранжевом фоне, да? Давайте попробуем возьмем оранжевый цвет. Посмотрим, как это будет выглядеть. Действительно, достаточно ярко получается. Основной цвет композиции возьмем голубой. Я прикладываю зооморфный мотив, птицу, на оранжевый цвет. Но вижу, пока композиция какая-то пустоватая. Мне хочется добавить оттенка голубого цвета. И, может быть, давайте я возьму голубой цвет. Он чуть-чуть темнее. Подложить так, но у меня так птица теряется. Я начинаю искать. Что-то хочется придумать такое. Чувствую, что как будто оранжевого цвета много. Попробую взять только половинку. На самом деле, создание композиции – это поиск. Вы можете искать варианты расположения элементов вашей композиции. Я взяла половинку. Кажется, этого достаточно будет. Для полета птицы. Еще раз, моя идея – показать, насколько выразительный этот мотив. Но здесь тоже нужно что-то дополнить. Какой-то мотив, еще один элемент поискать. У меня есть вот такой элемент. Такой. Это одинаковый, но буду смотреть, какой из них по цвету больше подходит. Если я сделаю этот цвет, пока можно оставить. Но ощущение, что птица как-то все равно не становится главным элементом. Очень активный оранжевый цвет. Он какой-то яркий. И не хватает тональности цвета бумаги. Возможно, вот у меня еще здесь есть силуэт вырезанный. Чуть потемнее, вот такой фиолетовый. Он просто темнее по тону. Если приложить, то птицу уже видно. Она такая темная становится. Птица летит, стремится ввысь. Здесь в поле остаются у нас цветочные мотивы. Наверное, вот этот больше подходит. Какой-то сложный такой оттенок. Силуэт орнамента тоже виден. Но он не перебивает этот мотив птицы. Он остается главным. Может быть, даже сделать вот так. Но раз у нас появился оранжевый цвет, нужно задуматься, как нам еще повторить. Где повторить? Что это может быть? Вижу, что у меня здесь есть заготовленные полосочки оранжевые. Но вот этот элемент активный уже становится. Он начинает перебивать. Наверное, достаточно будет только того, что я наклею вот так несколько полосочек оранжевого цвета, чтобы появилось некое чередование цвета. Оранжевый здесь, оранжевый здесь. Можно также здесь одну полосочку или две оставить. Здесь. И еще у меня появился вот этот элемент. Может быть, здесь цвет такой. Сложный оттенок зеленого. Такой синий-зеленый. Как-то его так добавить. И не хватает все-таки маленького элемента какого-то декоративного на этом растительном мотиве. Может быть, тоже есть вот здесь из элементов какой-то такой. Ну что у меня получается? Этот пропадает. Тогда, может быть, есть смысл заменить этот цвет на этот. Посветлее. Ну, в принципе, он, наверное, достаточен. Его видно. И здесь расположить вот так. У меня появилась еще одна композиция, где я показываю такую выразительность орнаментального мотива. Силуэт формы птицы. Получилась еще одна композиция. Я сделала заранее заготовку. Были у меня вот такие вот мотивы-ростки. И мне захотелось тоже показать, насколько он выразительный. Подобрать для него фон. Когда я брала вот такой фон, получилось, что он как-то очень яркий фон. И сам элемент, мотив орнаментальный, он практически пропадает. Силуэт его не виден. А вот здесь на темном фоне светлый, хотя, смотрите, один и тот же цвет, но как он по-разному выглядит на цветной бумаге. Другой оттенок. Как мне кажется, вот на этом зеленом фоне он выглядит очень выразительно. Но смотрите, что я замечаю. Мотив, который я наклеила сверху, он у меня получился светлый по тональности. И если здесь на белом фоне он хорошо просматривается, то справа силуэт формы теряется. И вот я подумала, не сделает ли лучше его чуть-чуть потемнее. И у меня сейчас получается, этот элемент второстепенным, наверное, остается, а этот главным. Некое такое равновесие. Здесь на светлом фоне темный элемент, а здесь на темном фоне светлый элемент. Но чтобы сделать... Ведь мы говорим, в композиции должен быть один главный элемент. И этот главный элемент я могу выделить, наверное, детализации. Внутри еще задать... Не держится, да? Светлый. Надо потемнее. Значит, мне нужно будет взять, наверное, вот этот цвет зеленый, который здесь уже есть. И сделать элемент в виде капельки даже, может быть. Я вот здесь согну бумагу и вырежу небольшой элемент в виде такой капельки. Которую поставлю в серединку. Некая деталь. И еще, наверное, вот здесь для поддержки уже нужен будет вот такой цвет. Потому что здесь есть чередование. Этот зеленый чередуется. Здесь я полосочку добавила. И мне нужно найти оттенок вот этого зеленого цвета и вырезать полосочку. Вот. И, наверное, вот так. Когда нет этих полосочек, возникает ощущение, что композиция не завершена. И не завершена она еще и потому, что нет ритма чередования цвета, который у нас есть в главной форме. Раз, два. Здесь я подлиннее полосочку кладу. Здесь покороче. И вот так, мне кажется, уже композиция более цельная. пока у меня не возникает желания добавить еще элементы. Посмотрите, какая она была до того, когда я поменяла. И поменяла цвет. Мне кажется, так композиция становится гораздо выразительней. и цельнее. И чтобы понять, завершила я композицию или нет, я отвечаю на вопрос. Идея. Какая у меня была идея? Идея показать выразительность формы. Здесь у меня получился мотив орнаментальный. Темный по тону. Я его на светлом фоне показываю. Силуэт хорошо читается. А здесь наоборот. Форма у меня светлая. И я ее делаю на темном фоне. И получается два элемента, которые в одной композиции, но они не спорят, есть главный элемент и второстепенный элемент. И дополнительные элементы, которые помогают завершить композицию, сделать ее целостной. И покажу еще один пример. Когда я создавала композицию, мне очень понравился вот этот мотив. Сердечко, внутри которого цветок. И эта композиция создавалась опять-таки по настроению. Я выбрала цвет. Хотелось что-то такое розовенькое, свеженькое. И подобрала к этому основному цвету, на котором орнаментальная композиция, цвет самого мотива. И получается, что я руководствовалась тем, что у меня близкие по цвету оттенки, но разные по тональности. Получилась такая тональная растяжка. И я повторила цвет основного фона и сделала его центральным. Потому что центр композиции все-таки является главным элементом. Когда не было этого мотива, композиция была пустоватая. Как видите, ребята, создавать орнаментальную композицию несложно и увлекательно. Вы можете создать свою авторскую композицию, используя орнаментальные мотивы. Надеюсь, урок был познавательным, полезным. До новых встреч, ребята!